Сегодня мировое сообщество отмечает День туризма. В России этот праздник появился довольно недавно, с 1983 года. Основная цель – пропаганда туризма и развитие связей между народными разных стран. Учитывая, что Кунгур также является туристическим, наша съемочная группа решила выяснить у горожан, какими достопримечательностями мы можем гордиться. На улицы вышла Анна Качанова. День туризма отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. Каждый год он посвящен определенной теме. В 2017 году девиз Дня туризма – устойчивый туризм – инструмент для развития. Радует то, что наш край богат реками с чистой водой. Можно организовывать сплавы. Самое близкое – это у нас Камень-Ирмак. То есть это как бы хороший такой природный скалодром. Есть улица Карла Маркса, раньше она называлась Китарская. По Китарской есть экскурсии, 10-й школы ребята проводят. Вот к нам приезжали, мы проводили сами, из Перми ребята. Мы приезжали, из-за границы даже были. Корабль, Букеткул, Земля, и так я говорила. Никита Льтун, Губкин. Пещеры в первую очередь, ну и все старинные города. Параги, храмы, церкви. Жаль, что вот на площади коммунисты разбомбили собор. Так бы тоже сюда как. На этот, в Левогорье, так же приезжали бы посмотреть. Красиво же было. Просто сломали все. Ну так, город купеческий, интересный. Вообще бы не падали, не мусорили. И было бы вообще прекрасно. Можно посмотреть. Ну, ледяная пещера, это естественно. Это состояние республики, как говорится. Так, дальше. Можно посмотреть памятники архитектуры Уральского барокара. А это старый роддом, который почему-то не реставрируют. Я считаю, это преступление века. Надо реставрировать обязательно. Дальше можно поехать во вторую школу. Там посмотреть. Там тоже историческое здание. Можно посмотреть городскую управу, администрацию и все вокруг нее. В том числе Тихвинский храм. Потом можно посмотреть Свято-Никольский храм, который находится возле. Красной поликлиники. Редминики номер один. Что еще можно посмотреть? Там, где на площади Нособорной находится коллекционная школа. Это тоже памятник архитектуры. Очень много мест. Да практически по центру пройдись. Каждое здание – это историческое. Кунгур знаменит тем, что у нас есть, у вас есть Кунгурская региональная пещера. Знаменитая. Огромное количество стадионов построенных. Новые стадионы построили вот недавно. Так, что у нас еще есть? Ну, тюрьмы. Ну, это, конечно же, не плюс Кунгура. Так, еще музеи. Несколько музеев есть. Мы у нас из общежития водили нас по ним. Так, библиотека. Подводя итог, можно сказать, что Кунгур действительно туристический город. Уверена, год от года туристических мест станет только больше. С праздником вас, дорогие телезрители. И путешествуйте чаще.